МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тарни, Лаури Аллен. Родился 28 мая 1904 года в Выборге. В обеспеченной семье дилигенция. Отлично знает русский язык. В 38-м году добровольцем поступил в финскую армию. Воевал с нами в зимнюю. В конце войны получил звание лейтенанта. Тарни, длинный боец. Искренне нас ненавидит. Сторону власти, да и вообще, в принципе, русских. Выборг считает своим родным городом. Считает вообще это своей землей. Как это ни странно звучит, он воюет за родину, так же, как и мы. Я бы попросил вас, товарищ подполковник. Погодите, Александр Матвеевич. Мы обязаны понимать и знать врага досконально. Только тогда достигнем успеха. Не так ли? Что с номером телефона, по которому кладовщик с ним связывался? Ничего, мертвый номер приписан к конторе жилхозяйства. Самой конторой с полгода уже они этот раз бомбили. Понятно. Продолжайте. Возглавляет отдельную роту егерей. Чистые звери его. От немцев получил железный крест. От финнов крест Маннергейма. От нас за его голову назначена награда. Три миллиона финских марок. Неофициально, конечно. Какие будут предложения? Порт закроем, так что мышь не пролезет, Иван Митыч. У нас 24 блокпоста. Усилию их хлопцев своих за уши натаскают так, что любые тарни на первом вздохе зубы до корней обломают. Не сомневаюсь в компетентности в унижении отряда охраны. Однако организацию безопасности порта дело не решить. Что предлагаете дополнительно, Сергей Александрович? Будем действовать по примеру городов, которые находятся на осадном положении. Помимо основных дорог взять под контроль проселочные. Установить там временно контроль на пропускные пункты. Как на въезд в город, так и на улице. Также взять под контроль всю прибрежную полосу залива в радиусе трех километров. Вплоть до тропинок на болотах. Проверять у всех документы, независимо от пола и возраста. Проверку грузоперевозок на постах при въезде в город ужесточить до максимума. Вести пропускную систему свой и чужой. Для этого существует масса различных способов оформления накладных и путевых листов, изменения в которых настолько незначительны, что они заметны для постороннего. где-то, например, не ставятся точки после инициалов отпустившего товар кладовщика. где-то наименование отпущенного товара ошибочно начинается не с первой, а со второй строчки. В общем, много чего. То есть человек неосведомленный никогда не сможет подделать самую простую официальную бумагу, даже имея при себе все необходимые бланки и печати. Каждый день система подобных ловушек меняется. И какой из вариантов будет использован в тот или иной день, становится известным только накануне. И где ж ты столько людей возьмешь? Прекомандированных частей НКВД у нас хватит только на внешнее кольцо. А про сам город ты забыл, по-моему? Никак нет, товарищ полковник. С городом мы поступим следующим образом. Предлагаю на время задержать отправку на фронт всех выписываемых бойцов и офицеров из всех госпиталей Мурманска и близлежащих городов. Данных опытных товарищей поставить на особое довольствие. Использовать в качестве командиров внутригородских патрулей. Бойцами в эти патрули набрать добровольцев из числа гражданских нестрелых, комиссованных по ранению, а также женщин и девушек, прошедших подготовку в отрядах ОСА «Виахима». На месте! Стой! Направо! Причем разделить их на две группы. Форменные патрули и патрули в гражданской одежде. Патрулям в гражданской одежде выдать удостоверение сотрудника СМЕРШ и спецпредписание на проверку людей любого рода войск и званий, дабы избежать недопонимания при проверке. И самое главное, у каждого патруля должно быть фото Лауре Тарни. Мы привлекли вас для выполнения задания исключительной государственной важности. Патрулирование улиц Мурманска и промышленных территорий. Равно как и неусыпная бдительность жителей города, залог безопасности Мурманского порта и весомый вклад в нашу общую победу над врагом. Вы обязаны проявлять особое внимание соответствующей важности поставленной задачи. Добросовестно по-консомольски исполнять свои обязанности и следить за их исполнением другими бойцами патруля. Разрешите? Если увидите, сообщить немедленно. У Тарни не получилось зайти с суши, поэтому предполагаю, что он зайдет с моря. В связи с этим настаиваю не только на усилении блокпостов в порту и на прилегающих к нему территориях, но и на увеличение их количества с 24 до 46. Здесь, на карте порта, мы отметили их расположение. Также предлагаю увеличить состав из расчета отрядов охраны отдела НКВД близ лежащих исправительно-трудовых колоний. Ну, это будет непросто, но решимо. Что еще? Также предлагаю организовать пилинг вражеских раций. Не только суши, но и на море. Так как в Аквадоре очень много нежилых островов. Да, да, да. Вы согласны с коллегой, Александр Матвеич? Зачем нужно мое мнение? Кроме нас, такие специалисты. Товарищ полковник. Хорошо. Поступим, как советует подполковник. Я одного не могу понять. Зачем нам гражданские патрули? Это может вызвать недопонимание и привести мало ли каким последствиям. Форменный патруль в городе виден издалека. Тар не знает, что у нас есть его фотография, поэтому будет их обходить. А гражданский патруль не вызовет никаких подозрений. Они будут похожи на простых прохожих. Умно. Вы удовлетворены ответом, товарищ полковник. Ну что ж, тогда не будем затягивать, переходим от теории к практике. Здравия желаю, товарищ капитан. Ваши документы. Удостоверение офицера и спецразрешение на пребывание в городе. А вы простите, кто? Видно? Да и маскарад бы устроили. Ну и как? Спицы в тылу. Крепкие. Заведу я вам. Поделились бы счастьем своим. Мое все в Сталинграде осталось. Поезжай, набирай сколько надо. Не задерживаю. ГОВОРИТ ПО-ИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Город патрулями нашпигован буквально, с улицы на улицу без проверки не перейти. Я знаю. Они работают в гражданке предупредственных. Хорошо. Сейчас в городе твоих фото больше, чем большевистских агиток. Замечательно. Такая русская любовь с моими фотографиями. Мы спокойно займёмся делом. Без всяких препятствий. По моему плану. Тебе удалось его убедить? Отман одобрил? А куда ему балдеваться? Как думаешь, немцы подозревают, что взрыв в порту не был случайным? Нет. Конечно, не подозревают. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Когда я взорвал грузовик, русские испугались и обягали. Когда я взорвал весь порт, бегать будет некому. Эй! Спасибо, Сергей Александрович. Передай в центр, что Гешпиклет прибыл в расположение группы. Иди. В центр майору Бильдерлингу. Агент Гешпиклет благополучно добрался до места назначения. Перехожу к первой стадии операции охоты на Нарвала. Канал связи прежний. Тарни. Шифровальщиком срочно. Как все прошло? Все хорошо. Как все прошло? Все хорошо. Шифровальщиком срочно взрослой. Магнит. Девочка срочно срочно. Агент Гешпиклет. Срочно срочно срочно. Агент Гешпиклет благополучно. Все в порядке? Эти капли порошки, будьте здоровы. Какие капли порошки? Всякие, укрепляющие, два раза в день, три раза в день. Значит, не все в порядке, если капли порошки? Сережа, перестань, я отлично себя чувствую. Смотри, лучше на дорогу управления проедешь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Плохие новости, Ленинград. Ночью кто-то вышел в эфир, шифровку перехватили. Списер уже работает над ней. Откуда делась передача, усыновили? Стоял бы сейчас тогда перед тобой. Не успели усыновить. Но работали точно из города. Головко нас ждет с отчетом. Только тебя и меня бездам. Удачи. Осторожно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Поехали. Интересное твое. Здравия желаю, предвидите, пожалуйста, свое удовлетворение. Разве вам удовлетворение? Благодарю вас. Проходите. Здравия желаю, товарищ майор, предъявите, пожалуйста, свое удостоверение. В разъемном тайге, пожалуйста. Ваше удостоверение Черноморского флота. Можно ваш командировочный? Сержант, вы задерживаете офицера СМЕРШ при выполнении служебных обязанностей? Никак нет, товарищ майор. Вы сейчас себя сами задерживаете. У нас четкие указания. Или вы мне даете свой командировочный, или... Побыстрее можно? Никак нет. Благодарю вас, проходите. КОНЕЦ КОНЕЦ Добрый день. КОНЕЦ 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 Добрый день! Почему вы за мной следите, Елену Владимировну? Ответ у вас в кармане. Что вы намерены предпринять? Все будет зависеть от того, что вы мне скажете, поверю ли я вам. Я взяла морфий. Одну половину собираюсь продать, другую… Нет, это не морфий. К сожалению, для вас я знаю, как выглядит амполосморфин. Вы действительно полагаете, что я украла для чего-то незаконного? Не знаю. Я задала вопросы, жду на них ответ. Что, как и зачем. Хорошо, идемте. Куда? Туда, где вы получите ответы на ваши вопросы. Это гарун. А это пенициллин. Не нужно. Тихо, Карун, тихо. Все хорошо. Угу. До ноября сорок второго я в милиции служила. Здесь, в кинологии. Это мой друг. И по работе, и по жизни самый лучший. Замечательный пес. Да, замечательный. И пользы стране принес больше, чем некоторые районные отделения. Но только за сентябрь сорок первого на семьсот тысяч награбленного отыскали. И вот. Пулю схватил. При исполнении. Чуть затянули, и пошло заражение. А пенициллин? Не продолжайте. Живая вода, белое золото. Согласно куче постановлений, расходуются точечно. Наравне с морфием. Я все понимаю. Это чудо, спасшее столько жизни. Ну почему? Черт подери, почему животным не положено? Проще усыпить. Валь, я прошу вас. Не надо меня просить. Да, я украла. И не первый раз. И ключ смастерила. Чему только не научишься. Контрразведки. Да и плевать. Считаете, я преступление совершила? Да. Совершила. Готова нести ответственность. Извините. Мог бы и меня попросить? Ну знаешь, настоящий офицер должен уметь не только воевать, но и гладить. Кстати, давай я тоже тебе китель поглажу, пока утюг горячий. Да, я потом сама. Давай-давай, снимай. Что-то не так? Нет, все в порядке. Я просто устала чуть-чуть пойду и чайник поставлю. А что с Головко? Обсуждали распределение вновь прибывших из области. Все будут примерно одинаково работать в порту. Да, еще небезызвестный тебе Кириленко. Решили с ним организовать круглосуточное… Что ты сказал? Не слышу. Не слышу, что ты говоришь. Что ты говоришь? Я говорю, организовать круглосуточное… Прости, не слышала, что ты сказал. Я говорю, обыкновенная рутина. Что-то случилось? Ты мне не хочешь ничего рассказать? Нет. А если серьезно? Чем ниже Соборов. У тебя учусь. Ладно, пока лекарства выпью. Капельки порошочки? Да что происходит, Сергей? Просто я тебя очень люблю. Пожалуйста, будь осторожней. Хорошо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ладно, отборник. На станции «Голов» взяли мародеров, троих на повал. Ну, меньше работы трибунала. Еще в эфире. Почти двое суток, как в полночь на погосте. После провала в порту они могли перейти в режим радиомолчания. Или вообще свернуть операцию. Вот это развели такой цирк. Ну, это вряд ли. Тарни не из тех, кто сдается после первого промаха. Если это вообще был промах. Ну да, тогда осталось-то всего-то. Вычислить, где он нанесет следующий удар. И желательно до того, как он это сделает. Появится вводное, вычислен. Откуда такой оптимизм? – Разрешите. – Чего тебе? Убит начальник службы тылового обеспечения подполковника Чарук. Вместе с водителем и охраной. Где и когда? Километрах в трех от города, в направлении Росляково. Точное время гибели пока неизвестно. Их обнаружил комендантский патруль. Как только услышали выстрелы, сразу выехали. Судя по трупному оконченению, смерть наступила около шести часов назад. Видимо, работал снайпер-профессионал. Сначала убил водителя, потом всех остальных. Уже выяснили, как они здесь оказались? Так точно. Полковник Гончарук проводил инспекцию подведомственных объектов. Конкретнее? Насколько мне известно, полковник Гончарук курировал органы. Я знаю, какие объекты курировал Гончарук. Я спрашиваю, какое ворожня он здесь делал? Выясняем, товарищ полковник. Выясняю. Так зачем они это сделали? Чтобы лишний раз показать нам, что они чихать на нас хотели? Еле пытались запутать. Решить, товарищ полковник. В лоболон только пулевое отверстие, через которое убили водителя, а второго пулевого нет. Хотя Гончарука убили в грудь. Значит, убили его позже и не в машине. Да. Но перед этим пытали. Пытали с пристрастием. Что-то не похоже, чтобы его пытали. Потому что пытали профессионала. Что вы имеете в виду? Посмотрите сами. Обратите внимание на эти гематомы. Воздействовали на болевые точки. Да, таких спецов даже у меня нет. Что пялишься? Вы мне штаны наложили? Не дождетесь. У нас даже у тыловых крыс тех же не имеется. У меня только один вопрос. Отвечешь обещанию косметики? Да пошло ты! Да. Даю тебе последний шанс. Сдохну без боли. А-а-а! Все жадно! А-а-а-а! Все жадно! Его ликвидировали сразу после допроса. Теперь остается один вопрос. Что она мог рассказать? В общем, в июле сорок первого пришел приказ о создании тайных схронов. На случай отступления. Продукты, боеприпасы… Из рычатка. Этим всем занимался Бенчурук. Кувировал закладки в сальных тундрах у Мачигорска. Далеко это? Конверс 150. Если моя версия верна, у нас еще есть время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Диверсанты, если не дураки, конечно, весь путь проделают не пешком, а пойдут по рекам. Тем не менее, у нас будет фора по времени и возможность устроить засаду. Я смотрю, схроны находятся на значительном расстоянии друг от друга. Нам хватит бойцов на все три. Нужных людей доберем в Мачигорске. Товарищ полковник, а почему эти схроны до сих пор не расформированы? К концу 41-го стало ясно, что финны выдохлись, и тайники оказались ненужными. Из тех, что были полностью укомплектованы, все завезенное добро вернули назад. Сальные тундры — место глухое. Ты сам понимаешь, военно дело такое. Оставили на всякий случай для партизан. Мы выберись из сил. Нам нужен привал. Нет времени. Послушай, ну куда мы спешим? Русские ничего не знают о схронах. Пожалей людей. Завтра уже будем на месте. Ты недооцениваешь врага, Линда. Для тебя, как профессионала, это не допустимо. Ты требуешь невозможного. Ты посмотри на них. Они и трех километров не пройдут. А теперь ты недооцениваешь меня. Подходим ко мне все. Продолжаем движение. Продолжаем. Главное. Позволь. Вы добрый. Поздравляю. Поздравляю. Поздравляю, товарищ полковник. Живем, служим помаленьку. Начальник Ванчегорского отдела НКВД, капитан Филиппов. Мой заместитель, лейтенант Ильинский. Здравия желаю, товарищ Попухович. Как дела, товарищ? Где ваши люди, в городе? Никак нет. Тут в тридцати километрах в лагере пожар произошел. Ну и урки рванули. Групповой побег. Так что пришлось весь личный состав в гарнизон отправлять. Ваши машины, товарищ полковник. Вот тебе и первые ягодки пошли. Ты снимал вертухаев с лагерей? Ладно, ладно. Признаю Грешину. Надо было больше людей брать. А нужно выдвигаться. Грузимся. Да схронов путь не близкий. Лейтенант, добраться. Для полноценной засады прибывших с нами бойцов не хватит даже вместе с оперативниками. Сколько у Тарни людей? Десять, пятнадцать, а если больше? Схронов несколько. И к какому из них они двигаются, непонятно. Ладно, разберемся на месте. Садись, Андрей, поехали. Лена, ты остаешься здесь. Что? Дожидаешься гарнизона охраны, а потом выдвигаешься. Если понадобится. Сереж, ты хоть объясни почему. Хочешь знать почему? Смотри, здесь написано пять-шесть недель. Ты остаешься в Мончегорске. Ни шагу без меня. Если ты меня слушаешься, завтра улетаешь в Ленинград. Сереж! 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 Хана нам, бурень! Хана! По-любому хана! На миги! Не отставай! Они уже близко! Судя по карте, нас ждет пятикилометровый марш бросок через болото. Еще вспомню молодость. Бойцы, колонну по одному! За мной! Вставай! Руки за головой! Руки за головой! За голову, паскуды! Оружие забрать! Что будем делать, старшина? Тут их или в лагерь поведем? Да что в лагерь? Надо нам с ними по дороге валандаться. Древня за речкой. Две подводы. Трупы по воде по дороге сплавим. Погрузим и всех дел! Хорошо. Граждане заключенные! Совершив побег, убив конвоиров! Добрый день, господа! Можете опустить руки! Кто главный? Ну, я! Ответ неверный! Повторяю вопрос! Кто главный? Ну, вы по ходу! Молодец! Значит так, нас интересует три схрона. Вот этот, где мы сейчас, и вот эти два. Илья Спиридонович, ты берёшь на себя этот, группа ленинградцев двигается сюда. Ну, а мы с Крамником здесь останемся. Мало нас. Если что, не сможем друг другу помочь. Считаю, что оборонительные позиции оставлять нельзя. Тар не может провести ложную атаку и ударить совсем в другом месте. Когда потечёт, тогда и будем думать, как крышу чинить. Думаю, раньше следующего вечера ждать их не стоит. Ни с железы жали, такой путь за сутки проделать. Все-таки они нас опередили. По десять человек, не больше, на каждый схрон. Но для прямой атаки нам тоже не хватает людей. А что ж ты думаешь, мы зря таскаем этих уколовников? Я думала, они нужны нам только в качестве вечных мулов на обратном пути. Да, так и было. Такой был план. Ориентироваться будем по ситуации. Без тратил и я отсюда не уйду. Пошли. Финцы, что ли? Фильмин. Один черт попали мы, как куры на ощупь. Видал, как главный бурому к маслину промеж глаз просадил? Серьезно, мужчина. Чапач, как думаешь, зачем мы им? Надо когти рвать. Ты со мной? Дурень ты, Лява. Дурень был, дураком и помрешь. Ты совсем другая мать. Это тебе не фрайра, Галимая. Ты моргнуть не успеешь, как они тебе кишки вокруг банки намотают. Ладно, поживем, увидим. Встать! Сидите, господа. Сидите, сидите. У меня к вам один вопрос. Жить хотите? И к кошку жить хочет. Интересное наблюдение. А что делать-то? Ваш практический склад ума мне тоже по душе. Нужно выполнять мои приказы. Предприятие абсолютно выгодное. Даю слово офицерам. Раз вопросов ни у кого нет, собственно говоря, как и выбора, прошу познакомиться с планом нашей компании. Ну, чего там у соседей? Пока тишина. Позиция не к черту. Сектор обзора рваный, сплошные мертвые зоны. Если Фейнси на нас попрут, то бы придется. Ничего, отобьемся. Ну, это смотря сколько их будет. Тут с месяц тому под Ленигорском диверсионную группу накрыли. Тридцать трупов, трое пленных. И еще с десяток ушли. Вот и прикидывай. Так и мы не пальцем деланы. Главное продержаться до прихода подмоги. Что там? За камнями вроде шевеления было. Что оказалось? Черт его знает. А нет! Не показалось здесь, Аня. Огонь! Не похоже на прицепа. Одетые странно работают на храбом. Потом разберемся. Я к рации. Давай! Близко не подпускай! Гранаты не закидай! Прием! Коварищ полковник! А если это отвлекающие маневры? Мы же не знаем, сколько их всего. А если нет? Все равно я считаю, что нужно немножко подождать. Чего ждать-то? Пока они там всех не перебьют и не заберут взрывчатку? И где их потом искать? В общем так. Я с Крамником и радистом остаюсь здесь. Остальных отправляю к Филиппову. Тебе советую то же самое сделать. Все, отбой! Все слышал. Отправляй. Бойцы, слушай мою команду. А может он и прав? Может действительно этот Тарни решил? Все силы бросить на один схрон. Отлично. Логично. Только это был бы не Тарни. Давай! Сколько их установил? С десяток. Осторожные, гады. И сами на рожон не лезут. Но и нам голову поднять не дают. Держись, Филиппов, держись, дорогой. Ребята уже на подходе. Постараемся, товарищ полковник. Только уж и вы поторопитесь. Ну максимум через полчаса они будут у тебя. Ты главное этих не отпускай. Да они вроде уходить-то не собираются. Хорошо еще, что у них гранат нет. А то бы уже давно нас покрошили. Он здесь! Прием! Товарищ полковник! Прием! Что за черт? Где связь? Уходят. Как уходят? Копесок знает, но что уходят точно. Я сразу сказал, не похожи на фрицер. Догнать! Чтоб не один не ушел, продолжай вызывать. Вперед! Прав был Сабуров. Отвлекающий маневр был на том схроне. Не продержимся мы здесь в проем. Черт! Уходите, товарищ полковник, я прикрою. Нельзя, Володя. Взрывчатку заберу. Тогда рвить я нахрен! Не потянет! Приходи. Товарищ полковник, вы целы? Давай. Дружка. Нужкай. Сколько ушло? Немного. Трое, может, не знаю. Стал быть успех. Локальный, но успех. Сергей Иванович, на пару слов. Ну, чего сказать? Спасибо. Когда спасибо, тогда спасибо. Так? Ну, я сказал, ты услышал. Все? Товарищ полковник! Это же Тарни? Это ж как оно? Не может быть. Теперь можно твердо сказать, что с гибелью Тарни и его подручных преженская диверсионная группа перестала существовать. Кое-кто выжил, но их найдем в этой же семье. Ну что ж, товарищи, операцию можно считать завершенной? Так точно. Без вопросов. Сергей Александрович, у меня нет стопроцентной уверенности, Иван Дмитриевич. Так почему это? Ты ж все видел, как я. Ты ж там был и на бумажке прочитал мелким шрифтом. Все очень просто произошло. Как-то же ты уже улетишь в свой Ленинград. Я напьюсь на радость. Все невероятно просто произошло. А Тарни? Тарни, Тарни. Ну ты же своими глазами видел его труп. Ну? Группа ликвидирована? Что тебе еще нужно? Иван Дмитриевич, все закончилось официально. Сейчас работают эксперты, получим доклад, и дело можно будет отправлять в архив. Сергей Александрович, иногда и самый опасный противник гибнет от простуды. Так что… Товарищи офицеры, поздравляю вас с успешным окончанием операции. От души. Я ждала тебя в управление, почему не приехала? Так получилось. А это тоже само получилось? Соборов, какого черта ты роешься в моих вещах? Я не специально. Хотя почему я должен перед тобой оправдываться? Ты мне ничего не рассказала. Я что, какой-то временный любовник для тебя? Сережа… Нет, Лена, послушай меня. Это не только твой ребенок, но еще и мой. И я имею право участвовать в его себе с самого первого момента. Почему ты мне ничего не рассказала? Потому что я как только узнала, поняла, как ты отреагируешь. Будешь носиться со мной, как сторб из какой-то писаной. От дела отстранишь. Почему я должен тебя от дела отстранять? Правильно, не должен. Посадишь за бумажки или в резерв, как в Мончегорске. Скажи, ты дал бы не работать с риском для жизни? Вот тебе ответ на вопрос, почему. Прости меня, пожалуйста. Ничего не говори, просто прости и все. Прости меня, пожалуйста. Прости меня. Прости меня. Красиво. Пожить бы так когда-нибудь. Война закончится, поживем. Ты бы где хотела пожить? В Крыму. В Крыму? Маленькие домики, Борис. Просыпаешься утром, а в окошках солнца и ты. Мы вернемся в Ленинград и пойдем сразу в ЗАГС. Согласна? Не знаю, мне надо подумать. Дарни Лаури, капитан финской армии. Предположительно, смерть наступила в результате двух пулевых ранений. Осмотр проводит майор медицинской службы Алексеевский. Алексей Викторович, переверните тело, делайте опись, а я пойду покурю. Сергей Петрович, подойдите. Вам нужно на это взглянуть. Этого не может быть. Этого не может быть. Какова? Черт! Этого не может быть. Академия. КОНЕМИ